Я ни разу не сталкивалась с агрессией, и я верю в то, что во многом это зависит от нас. Если ты всегда будешь вежливой, если ты приходишь и вежливо, например, говоришь, а ты прошел уж не колбу литовичкой, да, то есть, извините, я не говорю по-литовски, у человека уже меняется к тебе какое-то такое настроение. Да, Литва для меня фактически является вторым домом, но жить и работать я хотел бы все-таки у себя в стране, в Беларуси, и пользу я хотел бы приносить Беларуси. Всем привет! Меня зовут Егор Колесник, и вы слушаете «Беларусы на удаленке» подкаст студии документальных спецпроектов «Возеро» об особенностях белорусской эмиграции. В предпоследней серии нашего сезона мы отправляемся в страну, которая по-особенному воспринимается многими белорусами. В этом выпуске мы не станем детально останавливаться на исторической связи литовцев и белорусов, но лишь напомню, что и в 21 веке значительная часть жителей Беларуси ощущают какую-то невидимую эмоциональную связь, когда слышат слова «Вильня» и «Великое князство литовское». Литва уже долгие годы является одним из основных маршрутов для белорусских эмигрантов, и особенно масштабы переезда в эту страну увеличились после 2020 года, а также в 2022 за счет релакантов из белорусского Айти. Какой была и как трансформировалась белорусская диаспора, какие плюсы и минусы переезда в Литовскую Республику, почему не стоит идеализировать Европу, но при этом что было бы полезно перенять для развития Беларуси, об этом и не только мы поговорили с двумя героями, что важно, с разным по длительности опытом жизни в Литве. Наши собеседники – Татьяна Штейнбук, «Ивент» и «Проджект-менеджер», а также Кирилл Атаманчик – общественный деятель и предприниматель. Класс, Егор, привет! На самом деле очень рада с тобой пообщаться. Начну я с того, что уехала я в Литву в 2018 году. Я эмигрантка по любви. Когда-то я вообще планировала переезжать в Израиль, но я приехала на замечательную винную выставку в мае 2018 года, влюбилась, осталась, через месяц получила предложение выйти замуж, и я его приняла. И, соответственно, переехала в Литву. И до локдауна, на самом деле, я жила на два города. То есть раньше был поезд, два с половиной часа, можно было сесть утром, да, приехать в Минск, поделать дела, увидеться с родными, с друзьями и, соответственно, сесть вечером, поехать обратно. Это звучит, когда, ну, в другой просто белорусский город взять, съездить, приехать на электричке. Слушай, да, на самом деле, Вильнюс в Минске, я думаю, многие раньше, да, использовали как аэропорт Минск-3 и, не знаю, приехать на шопинг и просто на выходные. Я, в принципе, была таким же человеком. И действительно, Вильнюс намного ближе любого областного города, областного центра. Я не говорю, что прям Вильня наша, но в какой-то степени, особенно сейчас, когда все больше и больше белорусов приезжают сюда. А, значит, то, чем я занималась в Беларуси и чем я продолжала заниматься до локдауна, это была сфера организации мероприятий. Я непосредственно ивент-менеджер, проектный менеджер. Я работала на себя. Но то, чем, наверное, я продолжала все-таки заниматься в Вильнюсе, мне не хотелось идти именно в ивентер, потому что для этого необходимо очень много связей, необходимо знание языка, да, несмотря на то, что, в принципе, здесь многие говорят по-русски, по-английски. Но я начала формировать какое-то русскоговорящее комьюнити здесь. Не только, наверное, эмигрантское, то есть у меня оно такое для всех, для местных, кто понимает и говорит по-русски в том числе. Ты, кстати, одна, по-моему, из первых моих собеседниц в нашем аудиоцикле, которая покинула Беларусь вслед за любимым человеком, за которого потом ты вышла замуж. То есть у тебя не было никаких нерабочих, ни, не знаю, там, политических причин и так далее. Да, то есть я уехала, в принципе, до событий августа 2020 года, и уехала я по любви. Но забавен, наверное, тот факт, что я, в принципе, планировала уезжать из Беларуси. У меня была возможность уехать в Израиль, так как у меня еврейские корни, и, в принципе, сделать репатриацию, попробовать жить в новой стране. Тогда, наверное, это был своего рода такой челлендж. Я очень люблю Израиль, и был период, когда я достаточно часто туда ездила, возила группу молодежи. И я подумала, почему бы не попробовать пожить в каком-то новом месте, потому что я родилась и выросла в Минске. Я никогда не переезжала из города в город. Я училась в Минске, работала в Минске. И вот как будто мне хотелось, наверное, расширить какие-то горизонты и попробовать себя в другой среде. Соответственно, я уже была настроена на переезд куда-то. И я была рада, что все так сложилось, и я очутилась в Вильнюсе. Потому что первое время, особенно когда были вот эти поездки регулярные, да, там, минимум один раз в месяц в Минск, я понимала, что я очень скучаю по своим родным, скучаю по своим друзьям. И если бы я жила в Израиле, я бы не смогла так налетаться, там, не знаю, из Тель-Авива в Минск. Вот. И сейчас, наверное, больно от того, что не знаю, когда я приеду в Беларусь. И я понимаю, что вряд ли в ближайшие несколько лет, опять же, учитывая все то, что происходит, несмотря на то, что там остались еще друзья, остались родные, родственники. Но вот, наверное, еще стоит сказать то, что я уже себя в Беларуси не ощущаю дома. Тогда я была последняя родительница. Подожди, у нас это будут философские последние вопросы. Мне очень нравится твое настроение, космополита, и, конечно, очень хочется, чтобы Беларусь в перспективе входила в твои намерения одной страны приехать, хотя бы погостить. Кирилл, привет! И расскажи мне, пожалуйста, когда ты переехал в Литву, каким ты был человеком до своего отъезда из Беларуси? Чем ты тут занимался? Какие у тебя были взгляды на жизнь? Каков был тот Кирилл, который стал эмигрантом? Привет! Для многих, возможно, слушателей это будет какая-то такая история динозавра, потому что переехал я очень давно. Это был аж 2007 год. Тогда, в общем-то, я жил в городе Жлобине, Гомельской области, я только закончил школу. История моего переезда, она достаточно банальна. Возможно, уже для новой генерации, скажем так, людей, которые уехали после 2020 года, но тогда это было что-то такое немножко необычное. Уехал я по политическим причинам, потому что свою бытность в Жлобине, я, в общем-то, входил в такую организацию, которая называлась «Молодой фронт». И, соответственно, из-за заведенного тогда уголовного дела по ныне уже закрытой статье 193, часть 1, это действие от имени незарегистрированной организации. То есть, да, у меня так сложилось, что, в общем-то, я был вынужден уехать, потому что находился в статусе подозреваемого. Мне на тот момент было 17 лет. Вот такая история моего выезда из Беларуси. К сожалению, несмотря на то, что это было очень давно, все равно мотивы эмигранта, они повторяются, и спустя 15 лет уже прошло. Ты и правда сказал, что ты динозавр, ты один из таких старожилов эмигрантских в нашем подкасте. Расскажи, пожалуйста, 2007 год. Как вообще тогда для тебя лично и для твоего окружения воспринималась эмиграция? Потому что это, скажем так, сейчас каждый второй, каждый третий у нас эмигрант. Но тогда, как я понимаю, это была не то, что как бы дикая история, но, мягко говоря, очень нечастая. Абсолютно верно. Это была, в общем-то, не совсем такая популярная история. Да, была небольшая волна эмиграции после вот событий 2006 года. Соответственно, потом была еще одна волна после 2010 года. Ну, а вот я уехал после 2007 года. Действительно, ситуация в корне отличается от той, что есть сейчас. Тогда для Жлобина какое-то, скажем так, политическое дело или еще что-то, это было что-то из ряда вон выходящее. Об этом, в общем-то, многие просто в то время действительно жили, как называется, своей жизнью. И сейчас, конечно, с высоты тех лет на многие вещи и на многих людей, которые тогда жили своей жизнью, ни о чем не задумывались достаточно в каких-то глобальных вопросах или даже локальных вопросах. Это, конечно, смотришь как на определенного рода неофитов. Но, тем не менее, действительно, есть разительная разница, сори за тавтологию, с теми событиями. Потому что тогда это, я повторюсь, было что-то из разряда истории, а сейчас, к сожалению, это превратилось вот в такую достаточно уже обыденную бытовую вещь, которая, да, вот как бы настигла десятки тысяч, наверное, если там не сотни тысяч человек. Я только что поймал себя на мысли, что совсем скоро будет, как ты, половину жизни в эмиграции. То есть ты уже, по сути, можешь ощущать себя и наполовину белорусом, и наполовину литовцем, европейцем, как ты, почитаешь, правильным себя назвать. Но ты можешь, пожалуйста, мне рассказать, ты ведь переезжал совсем молодым парнем, только после школы. Это все-таки далекий 2007 год. Тогда не было, ну, скажем так, разве это даже настолько, наверное, интернет, поддерживающие группы, фейсбуки и так далее, и так далее. Расскажи, пожалуйста, как ты тогда молодым парнем столкнулся с какими-то трудностями того переезда и как вообще воспринимал вот эту кардинальную перемену в своей жизни? Интересная история. Да, ну, несмотря на то, что немножко, да, ситуация с 2007 до 2020, 21-22 годов, она изменилась, но на принятие решения тогда у меня тоже, как и у многих людей сейчас, сколько вот я помню, было 5 часов. Я принял это решение, ну, как я, семья, потому что мне все-таки 17 лет, и не все я конкретно могу решать еще в таком возрасте. Но, тем не менее, да, там, семейный совет принял решение, что в сложившейся ситуации безопаснее, и, конечно, будет уехать. Дело в том, что, да, я уже тогда знал, что поступил в Европейский гуманитарный университет. Я все-таки хотел учиться, я хотел получить высшее образование, и, да, в общем-то, было принято решение, что поступив в университет, я не хочу терять время, я не хочу терять годы и так далее, я поеду учиться. И затем уже, да, в университете, в общем-то, это вот мое первое такое сообщество, как ты сказал, поддерживающее, да, то есть там, безусловно, не было там никаких чатов, там ничего. Университет, это является вот, и являлось тогда моим первым и единственным сообществом поддержки, которое, в общем-то, оказало мне помощь. У нас есть вопрос про то, как ты выбирал сторону света для эмиграции, и мы не раз в предыдущих наших подкастах говорили с ребятами, что студенческая эмиграция часто становится таким трамплином. Дальше студенты, заканчивая иностранный университет, уже не хотят возвращаться в родную страну, в частности, в Беларусь, потому что они поняли, как живется там и в той среде. Как ты выбирал страну, и подтвердишь ли ты вот этот мой последний посыл, что, поучившись в ЕГУ, ты уже не хотел возвращаться в Беларусь не только из-за того, что тебе там грозило дело? Знаешь, это такое, как это правильно сказать, это мировосприятие человека. То есть здесь нет канона какого-то. Все исключительно в рамках того, как человек воспринимает себя и мир вокруг. Что касается меня лично, то есть даже спустя вот уже 14,5 лет, я до сих пор хочу вернуться в страну. Я хочу приносить пользу своей стране. Да, Литва для меня фактически является вторым домом, но жить и работать я хотел бы все-таки у себя в стране, в Беларуси, и пользу я хотел бы приносить Беларуси, либо на худой конец, чтобы являться, может быть, в своей работе каким-то таким, не знаю, мостом между Беларусью и Литвой, между Беларусью и Европейским Союзом, и работать вот, допустим, на стыке этих стран. Нет у меня, ну, лично у меня такого отторжения, что ли, несмотря на тот капец, который сейчас происходит в моей родной стране, отторжения к стране нет, потому что я разделяю все-таки понятия власти и страны. Это два абсолютно разных понятия, и, соответственно, в будущем я бы хотел все-таки приносить пользу Беларуси. Это очень интересная мысль, потому что строго мое ощущение, я не буду утверждать за тех ребят, с которыми я уже пообщался, но подавляющее большинство из них все-таки говорило о том, что, ну, наверное, нет, я уже здесь останусь, я уже ассимилировался, и возвращение в Беларусь я рассматриваю лишь как какой-то туризм, навестись родственников и что-то в этом роде. Вот себя, как я понимаю... Я полностью погружен в литовский контекст, то есть у меня, в общем-то, здесь есть все, я ни в чем не нуждаюсь, и, конечно, я бы мог забить на все, ну, то есть как бы жить своей жизнью. Это, в общем-то, это тоже как бы... Это тоже стратегия, да? Вот, но я еще раз говорю, и хотел бы это подчеркнуть, это исключительно внутренний стержень человека, его внутреннее мировосприятие себя, своей страны и вот себя в контексте этой страны. Таня, расскажи, пожалуйста, мы понимаем, что Литва, она довольно благоприятна к русскому языку. Там можно жить русским языком, но все равно это, например, не та же Украина, где можно свободно не учить местный язык, скажем так. Да. Расскажи, пожалуйста, при переезде в Литву, какие у тебя возникали проблемы, как у эмигранта? Это могут быть бытовые вопросы, вопросы с работой. Мы очень много говорим в наших подкастах о том, что европейская бюрократия иногда не очень радует эмигрантов. Расскажи, пожалуйста, вот с какими сложностями ты столкнулась, и, может быть, на контрасте расскажи, что тебя приятно удивило в сравнении с нашей любимой Белоруссией. Начну с того, что за эти три с половиной года жизни здесь я ни разу не сталкивалась с какой-то дискриминацией или с каким-то негативом, с какой-то агрессией в свой адрес. Да, я живу в Вильнюсе, и мы живем непосредственно в центре города, но, опять же, я езжу в другие города, да, то есть я езжу летом, не знаю, на море, в Клайпиду, в Палангу, я была в Каунасе, я была в Шауляе, я была в Висагинос. И тут любопытно, наверное, то, что, опять же, я ни разу не сталкивалась с агрессией, и я верю в то, что во многом это зависит и от нас. Если ты всегда будешь вежливой, если ты приходишь и вежливо, например, говоришь, а ты прошел уж не колбу литовишкой, да, то есть, извините, я не говорю по-литовски, у человека уже меняется к тебе какое-то такое настроение, да, и, наверное, желание с тобой общаться или не общаться, потому что я знаю, что, особенно я в Израиле с этим сталкиваю, переезжают, они просто приходят в магазин, на почту, в банк, и они сразу начинают говорить по-русски. Они даже не извиняются, не уточняют. Я верю в то, что если ты... Это моя тоже, я понимаю, разные ситуации, разные люди бывают, да, но, по крайней мере, я как-то не сталкивалась с такими. Люди, наверное, обходят меня стороной, поэтому с этим я не сталкивалась. Да, литовский язык, на самом деле, очень и очень сложный. У меня муж литовец, он говорит по-литовски, и самое забавное, что ему русский язык давался намного легче, у него была небольшая база, и со мной он его выучил. Поэтому в повседневной жизни мы общаемся с ним по-русски, а переписываемся на английском, и смотрим, например, фильмы на английском. А литовский язык в вашей семье? А литовский язык, знаешь, мне кажется, это какая-то мотивация. Опять же, может быть, если бы я решила, что я хочу устроиться на работу, или если бы я не сформировала вокруг себя русскоговорящее сообщество, у меня была эта мотивация. А так, в принципе, мой малыш, наверное, он уже смирился с тем, что, я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы я выучила литовский язык, я уже что-то понимаю, я воспринимаю на слух. То есть элементарные какие-то слова, естественно, я знаю, но мне хватает вот этой фразы, а ты прошел уж не колполитувишкой, а руссково-русишкой и ранглишкой, понимаешь? Таня, ну, секундочку, у меня просто сейчас созрел такой вопрос. С 2018 года ты в Литве. Скажи, насколько комфортно себя чувствовать в русскоязычном, русскоговорящем пузыре? Это удобно, банально для быта и для жизнедеятельности в Литве? Лично мне удобно. Знаешь, здесь тоже, я не хочу, наверное, показаться нетолерантной. Здесь есть определенная прослойка русских в Литве. В какой-то момент я поняла, что с ними я не хочу иметь дело. Да, и, наверное, поэтому я создавала свое... Мы вместе, да, с девушками создавали свое такое русскоговорящее комьюнис, и сейчас это называется MetaPinus. Это сообщество в Фейсбуке, там почти 2000 человек. Как я уже сказала, это просто люди, которые говорят по-русски. Понятно, что там очень много эмигрантов из России, из Белоруссии, из Украины, из разных стран, и есть в том числе местные. И, допустим, тоже, когда я переехала в Литву, я узнала, что все в Фейсбуке, да, то есть у них непопулярно были Телеграмы, Инстаграмы, то есть все в сообществах в Фейсбуке. Я нашла сразу много сообществ, типа русскоязычный Вильнюс, русские в Литве и все такое. И когда я их открыла, я просто пришла в шок от того, что люди пишут какой-то пост, обращаются за помощью, за рекомендации, и прилетает хейт. Не знаю, там, едьте в свою страну обратно, или здесь вам, не знаю, не Москва, или еще что-то. Мы примерно же понимаем, что просто язык становится мишенью для какой-то русофобии, то есть сам язык и коммуникации не сильно виноваты на самом деле. Да, но вот опять же, знаешь, я тоже верю в то, что есть люди разных национальностей, да, и, как говорится, в семье не без урода, так и в любой национальности, да, то есть ты можешь быть хорошим человеком, а ты можешь быть говном, извиняюсь за мой французский. И сейчас, да, особенно русскоговорящее население, русскоговорящие мигранты, была большая такая волна новостей о том, что они сталкиваются с какой-то дискриминацией, что люди боятся говорить на русском языке. И последнее время, да, то есть, можно сказать, с момента 24 февраля, опять же, я с этим не сталкивалась, я чувствую себя комфортно, я не стесняюсь идти по улице и говорить на русском языке. Я даже понимаю и вижу то, что очень многие девушки, семьи, которые сейчас приехали из Украины, для них тоже русский язык является непосредственно родным языком. Это тот язык, на котором они думают, не знаю, на котором они видят сны и, соответственно, разговаривают. Поэтому, честно, я не сталкивалась с этим. Я предполагаю, что, естественно, такие истории есть. Кирилл, расскажи мне еще, пожалуйста, какой вот был твой родмэп общения с белорусской диаспорой? Какую-то первую ступень ты рассказал. Это ЕГУ, известный университет. Как вообще живет наша диаспора в Литве, учитывая, что это одно из самых популярных направлений эмиграции для белорусов все годы? Много там белорусов. Как с ними ты общался? Седьмой год и сейчас двадцать второй. Ну, в целом, ситуация похожая, я бы сказал. Просто, что единственное отличие такое очень, которое сразу бросается в глаза, это то, что сейчас приезжает более широкий слой населения. Это не просто какие-то там, вот как раньше было, политические активисты. Ну, ты знаешь, что это политический активист. То есть, он раньше всегда был политическим активистом. Вот. Сейчас все-таки это очень широкий слой общества. То есть, это люди всех разных профессий. И, конечно, очень много таких, может, некрасиво будет сказано, но все же там случайных людей или, как все-таки в нашем сообществе иногда это говорят, неофитов, да, у которых там глаза открылись там только в 2020 году, спустя столько лет. И это накладывает определенные, в принципе, отпечатки на их тоже как бы мировосприятие, ситуации и так далее. Потому что, ну, они как младенцы, которые, в общем-то, начинают познавать этот мир, познавать эту ситуацию, познавать вообще Беларусь, белорусскую историю в целом вообще, да, и так далее. То есть, это как люди, которые начинают ходить. И для очень многих вот как раз такие миграции, вот это вот сообщество, свободное сообщество здесь, оно является таким, ну, я бы сказал, там, если не детским садом, но школой того, вот что очень многие там люди пафосно закладывают в название «Новая Беларусь» либо там «Беларусь будущего» и так далее. То есть, это люди, в общем-то, которые, ну, начинают впитывать вот этот дух свободы, дух демократии, дух широких горизонтов, дух широких возможностей и в то же самое время осознавать определенные проблемы, которые, в общем-то, возможно, из Беларуси сложнее осознаются ввиду того, что у очень многих людей есть там, ну, и розовые очки определенные там в отношении там Европы, либо там, ну, вообще в целом Запада и так далее. То есть, очень важно, очень важно вот на своей практике, на своей шкуре все-таки все грани прочувствовать, чтобы как-то выделить, произошла такая вот, чтобы у человека внутри кристаллизация того, что, ну, то есть, что, окей, что можно там хорошего применить в Беларуси, а что может быть там еще там не время, либо там, либо вообще не нужно и так далее. Очень много должно у людей в головах сейчас как-то уложиться и выкристаллизоваться такая вот как-то такая внутренняя белорусская матрица. Ну и, как говорил Сергей Довлатов, не надо путать туризм с эмиграцией. Абсолютно, абсолютно. Кирилл, а ты можешь мне рассказать, Литва ведь на самом деле небольшая страна, как сами литовцы относились к белорусам до 20-го года и изменилось ли их мнение в отношении нашей страны, когда белорусы начали прям волной большой ехать в Литву? Хороший вопрос, действительно. Я не буду тут как бы на себе испытывать лавры какого-то там социолога, я просто, что называется, апеллируя исключительно своими собственными наблюдениями, снова-таки без какой-то там социологической выборки и так далее. По последней социологии, да, действительно, там, особенно после войны, там, многие литовцы воспринимают Беларусь вот как страну, ну, как враждебное государство. Ну, раньше такого не было. Раньше этот градус был, конечно, гораздо ниже. И тут, давайте будем честными, так называемые власти нашей страны, в общем-то, очень сильно белорусам как народу, ну, подгадили. А с другой стороны, на чисто бытовом уровне в Литве, ну, я бы сказал, отношение абсолютно, ну, ровное. Вот, начиная там с 2007 года, я бы не сказал, что очень сильно какая-то есть кардинальные какие-то отличия, там, восприятие белорусов и так далее. Оно до этого было ровным, так и сейчас, в принципе, ровным. Единственное, что сейчас просто присутствие белорусов в Вильнюсе гораздо более заметно. Раздражает это местных, либо не сильно это раздражает, тоже вопрос сложный. По моим наблюдениям, снова-таки, отношения ровные. Я не видел или даже не читал нигде каких-то таких серьезных конфликтов там на национальной почве, либо еще что-то такого. То есть, ну, нет. Может, кто-то и сталкивается, но я за 14,5 лет никогда с этим не сталкивался, с таким отношением, каким-то, ну, неприязненным, скажем так. Ты сказала, что ты активно общаешься с русскоговорящими людьми, с русскоговорящими девушками не только в Вильнюсе, но и Литвы. Расскажи, пожалуйста, нам, как человек изнутри, чем вообще живет белорусская диаспора в Литве. Потому что это все-таки прям страна. Я не пропагандирую идеи Вильна наша, но мы прекрасно понимаем, что белорусы немножко себя в Литве чувствуют иначе, нежели там в других странах Балтии. То есть, Литва нам как-то более родная. Как вообще чувствуют себя белорусы Литвы? Кто они там? Чем они живут? О чем они говорят? Как на них повлияли, может быть, события 20-го года? Слушай, ну вообще исторически-то мы когда-то были одной страной, и я, в принципе, тот человек, который, знаешь, за всю, когда топит за ВКЛ, а не за советское время, да, если мы берем историю, но не будем уходить в эту степь. Смотри, на самом деле до событий августа 20-го года я не общалась непосредственно с белорусской диаспорой. Я знала, что они есть, что они что-то проводят, но действительно, особенно в последний год появилось все больше каких-то инициатив, появилось все больше каких-то некоммерческих организаций, которые переехали, да, из Беларуси после ликвидации сюда. И сейчас, если брать им на белорусскую диаспору, то здесь движуха. Но, наверное, мое личное отношение и такая боль. Казалось бы, у всех, наверное, одна какая-то цель, но мало кто партнерится, и мало кто делает каких-то совместных, не знаю, мероприятий, фестивалей. То есть сейчас очень много всего. Раздроблены. Но все очень раздроблены, да. И у меня, наверное, тоже, знаешь, есть какое-то желание, как будто хочется просто их всех объединить, да, и делать что-то вместе во благо. Много всего, и я с ними знакома, но, в общем, мне кажется, что у меня просто в будущем есть какие-то планы либо как-то объединить, либо с кем-то посотрудничать за партнериться. Я очень надеюсь, что все это дело получится. И я, опять же, смотрю, что многие организации, белорусские в том числе, они сейчас открыты для всех, да. То есть если раньше они везде активно писали, там, приглашаем белорусов, то сейчас они приглашают в том числе и русских, и украинцев, не знаю, и литовцев в том числе. Это ведь хорошая интонация. Это как раз то, о чем ты говорила. Это такой мультикультурный глобализм. Не географический, а именно какой-то, может быть, ментальный. Да, и мне, наверное, вот как раз таки хочется действительно стереть вообще вот эту национальную какую-то, не то чтобы идентичность, да, но вот эти национальные рамки, и чтобы люди просто вместе классно проводили время и делали что-то хорошее, занимались волонтерством, создавали какие-то прекрасные инициативы вне зависимости от того, белорусы, украинцы, русские или литовцы, или, не знаю, евреи. Я вообще идентифицирую себя как белорусская еврейка. Мне кажется, твоя идея просто суперпотрясающая. Это такая вселенная будущего, когда нет границ, рамок, нет своих чужих, а все как-то трудятся на благо друг друга, и все человечество идет вперед. Я тебе, Таня, желаю только самых больших успехов в твоем начинании. Понятное дело, что прошло еще совсем немножко, полтора года. Всякие инициативы самоорганизованные, немножко хаотичные. Но вот благодаря, может быть, таким инициативным людям, как ты, представителям нашей диаспоры, получится унифицировать их и вместе трудиться на благо не только белорусской диаспоры, может быть, Литвы и больше, и больше, и больше. Кто его знает? На этом все. Литовский эпизод «Белорусов на удаленке» завершается. Напомню вам, что подкаст студии документальных спецпроектов «Возеро» доступен на всех основных аудиоплатформах, а также в YouTube. До встречи на следующей остановке нашего маршрута. Услышимся! Друзья, наш подкаст называется «Аудиоисследование феномена белорусской эмиграции». Ты с высоты своего уже почти 15-летнего опыта как эмигранта. На твой взгляд, в чем этот феномен белорусской эмиграции с учетом, наверное, тех трансформаций последних двух лет, которые происходят в белорусском обществе и во взгляде на белорусское общество со стороны других стран? Слушай, действительно хороший вопрос. Немножко, снова-таки, очень сложный и многогранный, на который можно очень долго отвечать, но я попробую очень кратко. То, что происходит сейчас, в истории абсолютно не новинка, и не нужно снова-таки здесь все очень сильно драматизировать. Да, это печальная страница нашей истории, но мы не первые и, к сожалению, мы не последние, которые пройдут этот период. Нужно смотреть на перспективу все-таки таких вещей, то есть для меня, для человека, который все-таки так или иначе там и занимается и историей в том числе, я воспринимаю такие вещи просто как исторический период, из которого нужно делать выводы и последующие выводить уроки и, возможно, даже дивиденды из этого извлекать. Соответственно, огромное количество, если мы говорим там все-таки о сотнях тысяч людей, которые поживут в Европейском Союзе, все-таки увидят разницу не как туристы, вот абсолютно верно, а все-таки как жители, увидят положительные моменты Европейского Союза, отрицательные моменты Европейского Союза, которые тоже есть. Сделают эти выводы, получат определенный опыт и станут вот такими амбассадорами, что ли, там где-то Европы, Белоруссии, и затем вернутся в Беларусь со своим собственным опытом, с тем, что они видели, чувствовали, с тем, через что они проходили, и затем попробуют этот опыт все-таки реализовывать в Беларуси, да, со скрипом, да, сложно. Я это рассматриваю все-таки как хороший бустер на будущее, вот. И я готов быть частью этого бустера с большим удовольствием. Поэтому без драматизации как бы этого всего, вот, я бы хотел просто подходить к этим вещам, потому что точно таким же опытом обладали все, и та же Литва, да и вообще, в принципе, страны Балтии с огромной эмиграцией, а Валда Садамкус, в общем-то, вообще президент-эмигрант Литвы, который очень долгое время жил в Штатах, приехал в Литву, стал президентом, ну, по сути. То есть таких историй, я думаю, что нас ждет много, и поэтому на такие вещи надо все-таки смотреть прагматично и пробовать из этого извлечь максимальную пользу для своей страны. Я за это время проехал больше, там, 30 стран, много что видел. Сколько бы ты, где бы ты ни был, ты все равно не будешь там своим, ты все равно будешь чем-то инородным, а вот как раз-таки сделать из своей страны реально гостеприимную, открытую страну с огромным количеством возможностей, это вот и есть, мне кажется, возможно, где-то наш вызов, вот, ну, вызов белорусов, которые сейчас за границей. Я бы не сказал копипейсти, да, потом, какие-то вещи, но, скажем так, скажем красиво, привнести новые ценности в нашу страну и сделать вот за счет вот этой массовости, массового потом реэмиграции назад, да, то есть сделать такой бустер для развития нашей страны, потому что, ну, кто это будет делать, если не люди, которые где-то жили, что-то видели, имеют опыт, образование, ценности и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok